Лабрадор Маха – профессиональный спасатель. На службе в МЧС она почти 7 лет. Работает в тандеме со своей хозяйкой, кинологом Екатериной. Помогает ей находить людей под завалами. У Махи в этом деле первостепенная задача. Чует, найти и обозначить. Если собака нашла, понюхала и убежала, то об этом никто не узнает. Она должна оставаться у статиста до тех пор, пока не подойдут спасатели. Гавкать очень долго и никуда не уходить. Для того, чтобы в реальных поисках Маха работала оперативно и понимала, чего от нее хотят, ей почти каждую неделю устраивают специальные тренировки. Причем зимой собаки искать сложнее, чем в другое время года. Снег сдерживает запах и очень сложно определить место, где пострадавший. Все вокруг белым-бело, запаха практически нет. Если собака в таких условиях найдет человека, то найти его летом или найти его в завале, где также все скрыто, будет гораздо легче. Для тренировок лабрадора приглашают статиста, то есть человека, который будет изображать жертву под завалами. Причем он должен быть незнаком собаке. Так ей будет сложнее учуять запах и отыскать. Кстати, одна из версий, почему подставного пострадавшего называют статистом, это потому, что во время поиска он должен статично лежать и не двигаться. Сегодня таким пострадавшим буду я. Для этого очень тепло одеваюсь. Четверо штанов и две нитки. И укладываюсь на специальный лежак лицом вниз. Сверху на меня набрасывают еще одну куртку и начинают закапывать. Нужно сделать так, чтобы совсем не было видно ткани. При этом ощущения внутри сугроба совсем некомфортные. Во-первых, несмотря на множество одежды, все равно чувствуется холод. А во-вторых… Очень боюсь, что я задохнусь, потому что мне нечем дышать. Но я настроена быть крепкой. Все, теперь пойдемте отдыхать. Сугроб готов и теперь можно давать команду собаке. Работай! При этом Махе не дают понюхать ничего из одежды того, кого она будет искать, чтобы дать след. Собака должна сама учуять запах из-под снега и обнаружить человека. В среднем на тренировках у нее уходит на это 20-30 минут. После того, как Маха обозначила находку, за дело берутся люди. Они сразу откапывают потерпевшего и оказывают ему помощь. Но это в жизни. На тренировках заваленный человек сначала должен отблагодарить собаку и поиграть с ней в мячике. После игры собаку нужно обязательно погладить и похвалить, ведь она справилась со своей задачей. В общем, я повела себя как непрофессиональный статист. Я пролежала под снегом всего 5 минут, и то по моей просьбе меня неплотно закопали. Потому что мне там было очень некомфортно и очень страшно. Мне кажется, если я в реальной ситуации окажусь под снегом, то умру от разрыва сердца до того, как меня найдет собака. В основном собака работает за интерес. Это ее главный мотиватор. Для нее найти человека – это как принести палку или мячик. Поэтому в играх дома ее, как правило, ограничивают, что во всю свою энергию она тратила на поиск потерпевшего. Екатерина вместе с Махой нередко выезжают в командировки по краю. Кинолог говорит, что в реальности спасать человека из-под снега еще не приходилось. Но благодаря таким тренировкам они всегда готовы. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.